Проблема паводка остров Сталой для жителей Екатеринбурга. Снег, скопившийся за зиму во дворах, грозит стать настоящим бедствием для горожан. Территорию домов с потеплением может уйти под воду. По закону направить ее в мирное русло должны сами собственники. Вылаз осадков не входит в статью расходов на содержание жилья. Однако люди ждут реакции от коммунальщиков. У нас вод складируется рядом с домом. Ну все, вывозить должны, на него вывозят. Ну, управляющая компания, кто должен вывозить. В управляющих компаниях согласны, что сугробы во дворах – это серьезное неудобство. Однако, поясняет, убрать снег без соответствующего решения жильцов они не могут. Вывоз осадков не считается расходами на содержание жилья. Это дополнительная услуга, которая требует отдельного финансирования. Впрочем, суммы на нее незначительные. К примеру, жильцам среднестатистической трешки придется заплатить около сотни рублей. Если двор объединяет несколько домов, стоимость будет еще меньше. Чтобы избавиться от снежных куч, собственникам жилья нужно провести собрание, принять решение о сборе средств и обратиться за помощью в управляющую компанию. Управляющая компания готова это делать, но вывоз снега должен быть обеспечен финансовыми средствами. Вот тариф на содержание жилья, которым мы сейчас пользуемся, то есть в этом тарифе не предусмотрен вывоз снега. И это не управляющая компания придумала. То есть перечень работ и услуг, которым предусмотрен этим тарифом, он утвержден постановлением правительства Российской Федерации. Весь снег, который мы собираем за зиму, мы складируем на придомовой территории. То есть это весной, да, создает определенные проблемы, он начинает таять, появляются лужи, а в ряде случаев идет подтопление дворовых территорий. Чтобы этого не происходило, его надо вывозить. Продолжение следует...